Здравствуйте, наши дорогие телезрители Город Жень. Женщина начинает свою работу на канале НВК Саха. Добро пожаловать в царство света и тепла, красоты и уюта. Тема нашего сегодняшнего эфира – планирование беременности. Рассматривать этот вопрос мы сегодня будем не с материальной стороны, что немаловажно, должен быть и определенный достаток, крыша над головой, стабильный доход. Но это тема совсем другого эфира. Сегодня мы будем рассматривать этот вопрос с точки зрения здоровья женщины. Волшебные пилюли пока не изобрели и универсального рецепта пока нет. Но можно к этому вопросу подойти максимально осознанно и все у нас будет хорошо. Именно об этом будем говорить с нашими гостями. Всем доброго дня и мы начинаем. Репродуктивное здоровье – это важнейшая составляющая общего здоровья человека. Это возможность зачать, выносить и родить здорового ребенка. Его сохранение – задача и женщины, и мужчины. Об этом мы будем говорить с нашей первой гостьей. Роза Дмитриевна Филиппова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства и гидекологии Мединститута СВФУ. Доброе утро. Доброе утро. Роза Дмитриевна, при планировании беременности, пожалуй, самое главное – это здоровье женщины. От каких факторов она зависит? Я немножко вас поправлю, наверное, сегодня утром. Давайте. Скажу, что это не только здоровье женщины, потому что это и здоровье мужчины, то есть будущего отца ребенка. Все 50 на 50. 50% женское здоровье, 50% мужское здоровье. Так, интересно уже. Ну и, конечно, должна быть здоровая женщина, потому что она вынашивает беременность, но свои гены передает будущий отец ребенка. Женщина должна быть готова к беременности. Ну, в смысле, в каком? По возрасту. Ну, сейчас у нас вот считается репродуктивный возраст – это от 18 до 45 лет. Ну, эти границы, да, ну, это мало. Получается совсем небольшой промежуток времени. Ну, в некоторых странах, в южных странах это с 15 лет, например, да, в некоторых даже республиках с 14 лет. А вот насчет 45 лет сейчас, в 21 веке, эта граница, она у нас отодвигается все дальше и дальше. Наши женщины рожают и после 40, и даже после 50 лет. Ну, и вы, наверное, слышали, что у нас есть уже в мире женщина, которая родила 64 года. Ну, это, конечно, уникальный случай. Это можно со своими внуками вместе, да? Да, растить ребеночка, если позволяет здоровье женщины. Мне кажется, или вот во времена наших бабушек, мам, да, забеременеете, с беременностью как-то проблем было меньше, чем сейчас. Сейчас чаще можно услышать то, что возникают какие-то проблемы, да, пресечать, с чем это связано? А, ну, проблемы, я считаю, что, ну, вы говорите насчет бесплодия, видимо, да? Наверное. Ну, во-первых, почему? Я, как врач-кушер-гинеколог, хочу сказать, что нынешние девочки немножко отодвинули свой репродуктивный возраст. То есть они сейчас рожают уже после 30 лет, после 30 лет. А женский организм молод и готов к зачатию как раз после 18 лет. И я считаю, когда женщина молодая, когда у них хороший репродуктивный потенциал, она должна родить первого ребенка до 25 лет, что делали наши бабушки и наши мамы. Они начинали рожать, ну, с 18 лет, наверное, да? А раньше считалось... То есть здоровее мы не становимся. Здоровее мы не становимся, к сожалению, багаж заболеваний, багаж инфекций, который получает женщина в течение этих, ну, небольших, вроде бы, 10 лет, он сказывается на организме в целом. Значит, и здоровье женщины становится, конечно, слабее. Вот, ну, мы будем говорить, наверное, оптимистично. И, наверное, почему? Потому что сейчас молодые могут сказать, что, ну, в 20 лет, вы как сказали, что должна быть определенная карьера, должен быть материальный достаток, должен быть. А это, конечно, ближе к 30 годам, когда закончили учебу, значит, получили профессию, да, есть крыша над головой, тогда можно подумать о прибавлении в семействе. Вот. И нам высокие репродуктивные технологии, новые современные технологии позволяют это сделать, и, конечно, и в 30 лет. И после 40 даже, да? Просто нужно, да, просто нужно следить за своим здоровьем, чтобы в 30 лет ваше здоровье было такое же, как в 20 лет, а в 40 лет было такое же здоровье, как и в 30 лет. А это, наверное, я думаю, наше время легко сделать. И молодые об этом хорошо знают. А вот сейчас вот те же самые новые технологии позволяют выходить даже вот 500 граммовых недоношенных малышей. Как-то для интервью для нашего канала вы сказали то, что это не улучшает общее состояние здоровья населения. Да, и, наверное, как, значит, врач, который работает в роддоме, вот я хочу сказать, что это вынужденная мера выхаживать 500 граммовых детей. И, наверное, я буду пропагандировать за то, чтобы женщины рожали в срок. То есть в срок полностью все 40 недель выходили и родили здорово доношенного ребенка. Почему? Потому что 500 грамм – это незрелый еще организм новорожденного, и, к сожалению, он долгое время находится в кювезе, сам дышать не может, и, к сожалению, очень высокая инвалидизация. Мы научились реанимировать и выхаживать таких детей. Но, к сожалению, процент заболевания у этих детей очень высок. Ну, сейчас реабилитация, конечно, она тоже на современном уровне, но, тем не менее, значит, для любой женщины, я хочу сказать, если она готовится к беременности, она должна быть морально подготовлена, чтобы выходить в свою беременность 9 месяцев. И тогда все будет хорошо. А 500 граммовые дети – это вынужденная мера. Но, к сожалению, бывает, женщина у нас болезненная по состоянию, например, заболевание сердца, например, не позволяет выходить беременность. Когда это единственный шанс. Единственный шанс, да, вот, например. Или после 40 лет, например, женщина с тяжелыми соматическими заболеваниями решает вопрос о, значит, ребенке. То тогда, да, это единственный шанс, и тогда мы делаем все возможное, что зависит от нас, от врачей-экушер-гинекологов, от врачей-неанатологов. Вы сегодня нам отправили... Да, презентацию отправила о том, значит, как развивается ребенок. Я хочу сказать, что основные, значит, вот, ну, основная закладка всех органов систем происходит в первые три месяца. Первые три месяца беременности. А в этот период иногда женщина даже не знает, что она беременна. Да-да-да. И, к сожалению, вот сейчас, когда у нас вот такая сезонная ситуация, очень высок проценты гриппозных заболеваний, да, вирусных заболеваний, да, и вот в этот период, к сожалению, плаценты, она еще все защитные функции на себя не взяла. И, к сожалению, вирус проникает в плаценту. И поэтому это имеет очень большое значение. Для женщин, те, которые планируют беременность, первые три месяца мы вылечить вирус не можем. У нас нету средств для лечения вируса. У нас есть только профилактика вируса. И когда такой выход? Когда такой выход, ну, если... Ну, что правильно сделать женщине? Это маска должна быть, не ходить в места скопления людей, не общаться с больными людьми, которые болеют вирусными заболеваниями. Вот это единственные профилактические меры, которые... И женщина должна быть вакцинирована, но до беременности. Это до 15 недель, да? Да, до 12 недель. До 12 недель. Во время беременности прививки ставить нельзя. Значит, нужно решить все эти вопросы до наступления беременности. То есть еще раз возвращаемся к тому, что надо подходить осознанно и планировать, да? Совершенно правильно. Можно подготовить организм как будущая мама, так и будущего отца. А как же вот это вот репродуктивное здоровье женщины улучшить можно? Как можно улучшить? Ну, в-первых, вот по определению Всемирной организации здравоохранения, что такое здоровье? На 50% здоровье зависит от того, как мы... От нашего образа жизни. Как мы питаемся, как мы, значит, себя нагружаем физическими нагрузками, например, да? То есть мы должны вести правильный образ жизни. Ну, я знаю, что среди молодежи сейчас очень актуально вот правильное питание. Я это приветствую, это правильно, да? Вот. Ну, и самое главное тоже физические нагрузки. То есть мы вот 50% зависит от этого. То есть не от врачей зависит наше здоровье. А на 50% зависит от образа жизни. 20% только от генетики. Ну, и 20% от экологии зависит. А от здравоохранения всего 10-15%. Видите, как оказывается? То есть все зависит от нас самих. Мы должны быть готовы к наступлению беременности. И задолго до планирования беременности, ну, минимум за 6 месяцев, мы должны посетить врача-акушер-гинеколога и врача-терапевта. В общем, следить за собой, наблюдать за собой. Заниматься физическими нагрузками и правильно питаться. Спасибо большое, Роза Дмитриевна, что сегодня посетили нашу студию. Успехов вам. Желаю вам самое главное женского здоровья, горду женщин. Спасибо огромное. Так, а мы продолжаем, дорогие телезрители, наш эфир. В любое время актуальной темой остается, как же с помощью одежды скрыть свои недостатки и подчеркнуть достоинства. Это актуально в любом состоянии, и в беременном, и в небеременном. Давайте посмотрим сюжет. Знаете, мода сейчас такая разнообразная, оверсайзы, мы ломаем пропорции, но все-таки работает правило золотого сечения, где все пропорции соблюдены. И сегодня я расскажу о тех приемах, которые вытянут наш силуэт и сделают наши фигуры в зале стройнее. В первую очередь делаем вставку на принт, и наш друг – это полоска. Горизонталь делает нас шире, а вертикаль вытягивает силуэт. Очень удобно, что в Зарине правильная развеска. Посмотрите, все сделано в одной цветовой гамме и по капсульности, где все цвета сочетаются друг с другом. Это удобно и интересно, и практично. Вам не нужно задумываться, с чем носить данную рубашку, потому что здесь есть, в принципе, уже подборка альтернатива. Мы можем взять вот такие брючки и составить комплект. И опять же, еще один лайфхак – одеться в единый цвет похожих оттенков, тем самым вы опять же вытяните силуэт. К слову о принтах, с ними нужно быть аккуратнее, потому что здесь работают правила соразмерности. Если вы миниатюрная девушка до 44 размера, небольшого роста, то выбираем мелкие принты. Например, как здесь, в данной рубашке маленькие горошинки. Это может быть мелкий цветочек, мелкий леопард и так далее. Самый главный размер. Если же вы девушка от 46 размера, то, пожалуйста, присмотритесь к этому платью, потому что здесь правильно скомбинирован размер этого леопардового принта, и он будет смотреться, соответственно, в ваш комплекте. Здесь мы соблюли все правила соразмерности, и поэтому принт не кажется каким-то либо огромным, либо же, наоборот, мелким. Интересные карманы дополняют объем на правильных местах на бедрах, при этом подчеркивая тонкую талию, то есть гипертрофированность такая небольшая, сочетание правильных цветов, такие достаточно природные оттенки, которые сейчас являются трендом 2020 года, и очень приятны просто на визуальный ряд. В новой коллекции представлены новые брюки, в таком, знаете, спортшике, кстати, это сейчас, опять же, является трендом, и перешел он с прошлого года. Интересные брюки на резинке, что очень удобно для ношения, девушки меня поймут. И вот эти полосы работают тем, что они визуально удлиняют ноги, вот эта полоса. И интересное платье. Когда мы не режем силуэт и носим цельные, либо это могут быть костюмы в одном тоне, либо это могут быть просто цельное платье, плюс такими визуальными полосами, опять же, мы прибавляем себе сантиметры визуально и вытягиваем силуэт, выглядим стройнее. И самое главное, я посоветую сделать небольшой визуально V-образный вырез, тем самым мы удлиняем шею, открываем зону декольте. И, кстати, рукава три четверти тоже работают на нас. Следующий образ мы выбрали по принципу, когда мы берем один цвет или его схожие оттенки и носим такой тотал лук единого цвета. Здесь у нас представлена рубашка, которая такая в стиле шелк, и классные джинсы-мамфиты, потому что они в визуальной стороне от ноги, держат форму и могут подходить под все образы. Нужно иметь такие джинсы каждой девушки. В магазине Зарина новые поступления, а также действуют межсезонные распродажи и различные акции и скидки. Поэтому бегом все сюда, отлично вам шоппинга! С генами не поспоришь, часто можно услышать, как же эти самые гены могут повлиять на беременность. Об этом мы говорим с нашей следующей гостей. Оксана Гаврилевна Сидорова, научный сотрудник Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, врач-генетик. Оксана Гаврилевна, здравствуйте! Доброе утро! Вот предыдущая наша гостья Роза Дмитриевна сказала, что от генов зависит 20%. Так ли это, да? Здоровье будущего ребенка, да, конечно же, зависит и в целом и от генов. Но некоторые специалисты говорят, что это возможно и до 30%, в зависимости от того, какой генетип у родителей, то есть насколько высоки риски. А есть какой-то список генетических болезней, которые могут помешать заберемене? Генетических заболеваний на самом деле достаточно много. Вот сразу так на скидку сказать очень трудно, но если брать, например, хромозомные заболевания, то при синдроме Дауна, как правило, потомство не появляется. И есть еще другие сложные генетические заболевания, при которых идет страдание репродуктивных систем и страдание опорно-двигательного аппарата. При этих заболеваниях наследственных тоже бывает невозможно выносить ребенка. А вот нужно ли перед тем, как забеременеть паре, проходить какой-то тест на совместимость генетическую? Да, про генетическую несовместимость, конечно, хочется говорить парам, совершенно здоровым, когда они считают себя здоровыми, и прошли даже исследования у специалистов, когда он вроде ничего такого не обнаруживает. То есть каждый специалист говорит, что с его стороны там все хорошо и здорово. Но на самом деле такого одного конкретного теста на генетическую несовместимость не существует. Одним из самых известных генетических несовместимостей, это мы на сегодняшний день знаем, это резус-конфликт. То есть когда у отца резус положительная, у начатыватери резус-ответсательная кровь. И в том случае, если ребенок у нас следует резус положительный фактор до отца, то тогда возникает конфликт. И тогда клетки матери, иммунная система матери начинает бороться против клеток иммунной системы самого ребенка, при этом страдает центральная нервная система. Но сейчас уже в данное время наши гинекологи уже достаточно успешно справляются с этой проблемой. Теперь, значит, второй вид генетической несовместимости, это когда родители имеют так называемые отрицательные гены. В больших популяциях... Когда оба отрицательные? Оба. Ну, то есть отрицательные не в том смысле, что просто отрицательные, а то, что вот они несут какое-то заболевание. На самом деле в популяциях, в больших популяциях до 5% каждый человек несет в себе какую-то болезнь. Если вдруг молодая пара, у них появляется, ну, как бы в генетипе, что они имеют одинаковые заболевания, которые могут в 25% случаев вызвать вот это аутосомно-ресессивное заболевание. Вот это тоже относится к генетической несовместимости. А вот генетические болезни, они же зачастую без симптомов же, да? И невозможно понять, как, когда обращаться к генетикам, в какой момент, какой звоночек должен быть. Ну, на самом деле носительство вот этих самых патологических 5% в маленьких популяциях, может быть, и до 15% носительства этих отрицательных генов, конечно же, невозможно так увидеть, да? Человек как человек, и нельзя сказать, пока не сделать определенный анализ. Вот, ну, в 2000-х годах очень, значит, муссировалась тема генетического паспорта, очень активно, да? И даже в Эстонии был введен такой вот уже на законодательном уровне введение генетического паспорта, что каждого репродуктивного, значит, каждого молодого человека репродуктивного возраста нужно было именно тестировать на вот эти вот отрицательные гены. Где? Носительство, да? И чтобы, когда человек вступает в репродуктивную фазу, и он уже создает семью, он должен знать, что да, вот у меня есть вот такое носительство таких-то заболеваний. И если вдруг у избранницы тоже есть такие же заболевания, то они идут на дородовую диагностику. Как все сложно! А можно ли вот эти гены редактировать? Да, редактирование генов на самом деле в биологии проводится достаточно давно, да? То есть у нас есть генмодифицированные продукты, которые мы употребляем и не подозреваем об этом. Ага, то есть это генмодифицированные соя, генмодифицированные овощи, фрукты, да, которые, значит, при внедрении таких-либо частей генов, они, скажем, ну, например, они становятся устойчивы к каким-то бактериям, к каким-то грибкам, поэтому производительность производства улучшается, продукты не портятся, и в целом всей сохранности доходят они до покупателя. Относительно редактирования человеческого гена, да, человеческого генотипа, то это вопрос очень сложный, и в развитых странах он запрещен законодательством. Ага. Вот, и мы знаем, вот известный случай китайского генетика, который провел, скрытно от акушер-гинеколога, кстати, провел генетическое редактирование двух близнецов. И, конечно же, Китайская республика осудила этот научный проступок, и его осудили на три года заключения и на достаточно большой штраф. А вот говорят же, в одной семье дети очень разные бывают, абсолютно. Это вот гены или воспитание? От чего это зависит? Ну, надо помнить, что при слиянии двух половых хромосом образуется зигота. Зигота – это оплодотворенная яйцеклетка. Вспоминаем уроки биологии. Вот, и 50% генов – это гены матери, 50% генов – это гены отца. И есть еще такой, скажем, процесс при зачатии, такое понятие, как крысинговер. То есть идет очень быстрый обмен вот этими генетическими частями. И то есть неизвестно, ну, казалось бы, да, вроде это родные сестра с братом или две сестры. Даже они очень похожи на лицо, но характер у них разный. То есть концентрация мамы и папы в разных процентах, да? Концентрация – это как раз-таки 50 на 50, но вот именно выраженность того или иного, скажем, характера, то есть какого-то, например, способность математики, способность музицировать, да, вот это все передается по-различному. И даже еще передается по генам восприимчивость к каким-то определенным заболеваниям, да, и восприимчивость, скажем, к каким-то заболеваниям, да, и наклонностям. Поэтому это очень сложно, и так вот просто на анализе это увидеть невозможно. Ага, то есть вот сдал капельку крови, и невозможно сказать, да, поэтому... Нет, невозможно. А как-то вот какие-то рекомендации можете дать вот парам, которые сейчас, возможно, планируют свою беременность? Ну, да. И думают, совместимы ли мы генетически, нет? Ну, учитывая то, что сейчас увеличивается количество детей с пороками развития, да, увеличится количество беременностей сложно протекающих, то беременность в наше время должна быть достаточно осознанной и подготовленной. Вот. Для того, чтобы уменьшить количество мутаций в генах, нужно будет за один год начинать уже вести здоровый образ жизни осознанно. Нужно будет посетить общих специалистов, то есть терапевты. Терапевт потом... Дальше направит, да? Да, да. Какие у вас заболевания хронические, направляет другим специалистам, и вы, значит, можете пролечить за этот год свои хронические заболевания, принять необходимые препараты, потому что с момента приема последнего препарата до планируемого зачатия должно пройти 3 месяца. Как минимум? Как минимум, да. Нужно будет обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем, и успеть их тоже пролечить. И еще специалисты рекомендуют принимать фолиевую кислоту за 3 месяца до зачатия и в период всей беременности. Но фолиевая кислота, она, как доказали недавно, она всасывается не очень активно в желудочно-кишечном тракте, поэтому придумали метилфолиевую кислоту, которая всасывается с более высокими показателями, и этот препарат называется фемибион. Фемибион 1 – это в период ранних сроков беременности, и фемибион 2 – это после уже 12 недель беременности. Записывай. Спасибо большое, Оксана Гаврилевна, за столь содержательную беседу. Было очень интересно. Всего вам доброго, и мы продолжаем наш эфир. Спасибо. Сегодня мы говорим о планировании беременности. Наши предыдущие гости сказали, что нужно как минимум за 3 месяца. Мы идем к врачу-гинекологу, который мы сегодня пригласили к нам в студию. Здравствуйте. Это Сардана Михайловна Токырова, врач-акушер-гинеколог перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо за приглашение. Прекрасно выглядите. Спасибо. За сколько к вам нужно приходить, вот если я решила забеременеть? Так, ну, начнем с того, что, конечно, рождение ребенка, да, это один из самых счастливых моментов жизни, но в то же время один из самых ответственных моментов, и беременность – это очень ответственный период жизни женщины. Вот, поэтому к врачу, конечно, нужно подойти где-то как минимум за 3-4 месяца до планируемой беременности, ну, а готовиться, возможно, даже еще раньше, да, потому что это все должно начинаться еще с детства. То есть каждая девочка уже рассматривается как будущая мама, потому что зачастую бывает так, что… Это скорее родители уже, да? Да, это уже начинается с нас, с родителей, мы уже с детства готовим девочку к тому, что она все-таки будущая мама, и от ее здоровья зависит ее здоровье будущих детей, то есть чтобы уменьшить количество ее хронических заболеваний, да, которые в дальнейшем могут повлиять. На практикание беременности. Да, конечно. Также, когда образуется семья, да, то есть уже рассматриваются они как потенциальные родители, да, поэтому беременность желательно, конечно, но не всегда бывает так, да, но желательно, чтобы беременность, конечно, была запланирована, и чтобы она была уже, входила в планы обоих супругов, да, то есть чтобы они оба были готовы, как психологически, эмоционально, так и физически, естественно, да. Есть ли какой-то вот алгоритм действий, который нужно сделать? Вот наверняка он разный, да, если в 20 лет захотелось человек, там, в 30, в 40 и даже после 40. Да, конечно. Ну, такой вот минимальный, да, как бы алгоритм, это, естественно, обращаемся к нашему врачу, к шерогинекологу, да, вот, и есть такой минимум анализов, который стандарт, можно сказать, да, проходит пара, ну, желательно, чтобы будущий папа тоже обследовался. Так, это что? Общий анализ крови, мочи, да? Да, общий анализ крови, мочи, биохимический анализ, коагулограмма. Ну, не будем заваливать терминами, да, вот, также клинический минимум, ну, это вот обычные анализы, которые мы проходим во время медосмотра, которые, вот, исключают какие-то инфекции, да, плюс половые инфекции, вот, и будущей маме рекомендуется еще также пройти УЗИ малого таза, да, это вот такой вот минимум. Также к относительно новым анализам, которые сейчас входят в европейские рекомендации, относятся это антитела к детским инфекциям, да, то есть проверить, есть ли у нас иммунитет на ветряную оспу, корь, ну, что, кстати, очень актуально, да, в последнее время. Также это анализ на гомоцистеин, так называемый, да, ну, то есть, вот, как бы, который может предсказать о возможных каких-то осложнениях беременности, да, и анализ на витамин D, ну, то есть, то есть, как бы, это в последнее время тоже достаточно популярно. Куча анализов. Да. Это все назначает акушер-гинеколог. Да, это назначает акушер-гинеколог. Ага, а по поводу вот вакцинации, во время беременности уже нельзя? После прививки, там, через сколько можно беременеть? Нет, вообще, да, желательно, конечно, это вот все вот как раз-таки за 3-4 месяца пройти прививки, да, вот, и к тому же еще хотела добавить, да, то есть, если там, допустим, у нас выявляются какие-то отклонения, да, в этих анализах могут еще дополнительно назначить, да, специалистов, таких как терапевт, лор, также еще желательно сходить к стоматологу, ну, в общем, выявить, какие возможные могут быть проблемы. Все зубы пролечить, да? Да, да, да. Потому что во время беременности это, наверное, будет не очень хорошо. Так, Сардана Михайловна, мы сразу после рекламы продолжим. Оставайтесь с нами, дорогие телезрители, вы смотрите «Город женщин». Вы смотрите «Город женщин», и сегодня мы говорим о планировании беременности. С нами врач-акушер-гинеколог Сардана Такырова. Сардана, вот мы перечислили кучу анализов, да, как нужно подходить к беременности. Вот если со всем этим вот так осознанно подходить, есть ли гарантия того, что беременность пройдет легче? Конечно, безусловно. То есть успешнее все будет, да? Да. Давайте еще продолжим, вот такая, какие препараты нужны нам, какие еще необходимые меры нужно принять, чтобы ребенок был здоров. Так. И беременность протекла хорошо. Да, ну вот, ну примерно, да, за три месяца, условно говоря, да, конечно, может быть, что и беременность и раньше возникнет, да, ну примерно за три-четыре месяца до планируемой беременности, да, мы, во-первых, начинаем, ну даже не с препаратов, а с образа жизни своего, да, то есть отказ от всех вредных привычек, как маме будущей, так и будущему папе. Обратить нужно внимание на условия труда своего, да, потому что бывают какие-то очень вредные условия труда, да, постараться пока как-то, может быть, поменять работу, да, ну что касается особенно мамы будущей. Вот. Желательно заниматься спортом, ну то есть в целом, чтобы свой организм оздоровить, да, можно сказать, ага, привести в форму. Вот. И что касается препаратов, это у нас идет такой сейчас стандарт по рекомендации ВОЗ, это Всемирная Организация Здравоохранения, да, как уже раньше, ранее было сказано, это фолиевая кислота. Вот, это такой минимум, да, фолиевая кислота. Также еще рекомендуется принимать препараты йода, да, также, да, в такой, в определенной дозировке, вот. И еще также в последнее время у нас рекомендуют принимать витамин D, ну особенно если будет выявлен его дефицит, и полиненасыщенные жирные кислоты, это в виде таких вот витаминов, добавок, вот. Так. Ну и потом уже самое главное, конечно, это настрой, то есть не настроиться на беременность, да, нужно, чтобы родители относились, будущие родители относились, конечно, к этому не как вот какой-то сложной проблеме, да, что вот скуча анализов и так далее, то есть чтобы было самое главное такое позитивное настроение. То есть ждать этого как чудо, а не вот прям решаемые проблемы, да? Да, да. Спасибо большое, Сардана, что посетили наши студии за столь интересный рассказ. Ждем вас еще в следующих наших эфирах, и пусть наши женщины будут осознаннее. Спасибо. А мы продолжаем, дорогие телезрители, наш эфир. В период беременности как никогда хочется посмотреть хорошее кино. Что же выбрать, в этом поможет наша традиционная рубрика «В поисках кино». Тема беременности обожают в кинематографе, и каждый год снимается огромное количество фильмов. О некоторых прямо сейчас. Кинолента под названием «Чего ждать, когда ждешь ребенка» поражает своим актерским составом. Здесь и всеми любимая Дженнифер Лопес, и Камерон Диас, и Элизабет Бэнкс, и другие. Комедия о пяти разных парах, которые готовятся стать родителями. Они сталкиваются с самыми разными ситуациями. Кстати, в основе фильма лежит одноименная популярная серия пособий для беременных. К 2011 году распроданная в количестве более 14 миллионов книг. Далее с любовью Рози. Здесь уже совершенно другая история, и беременность здесь не на самом первом месте. Но и играет она не самую последнюю роль. Рози и Алекс всегда были лучшими друзьями с детства. И теперь по окончанию школы собираются вместе продолжить учебу в университете. Однако в их судьбах происходит резкий поворот. Когда после одной ночи Рози узнает, что у нее будет ребенок. С чем ей приходится столкнуться и какие решения принимать? Да, определенно будет очень непросто. Еще одним отличным фильмом на эту тему станет комедия Джуна. В 2008 году эта кинолента получила Оскар за лучший сценарий. Критики ее оценили высоким баллом. И зрителям она также пришлась по душе. Это хорошее и острое социальное кино. Его, кстати, снимали всего лишь полтора месяца. Саундтреки создают потрясающую атмосферу и рискуют поселиться в вашем плейлисте. А фильм, несомненно, войдет в список любимых. На очереди очень забавная комедия «Немножко беременна». Фильм вышел на экраны в 2007 году. В свое время он собрал 219 миллионов долларов, а бюджет киноленты составил 30 миллионов. Да, создатели очень постарались подарить комедию и дать понять зрителям, что иногда не стоит расстраиваться, если что-то идет не по задуманному плану. Быть может, путь, выбранный за нас обстоятельствами, судьбой или случаем, будет намного счастливее. А закончить список хотелось бы документальным фильмом под названием «Малыши». Он о том, как маленькие человечки приходят в этот мир, как осваиваются в нем и учатся такому количеству важных вещей за короткое время. И как по-разному и в то же время похоже, это происходит в разных уголках планеты. Приятного вам просмотра и отличных выходных! Следующий наше гости – это мама двоих детей, предприниматель, кондитер, телеведущая, человек-всеуспевашка и человек-праздник, как она сама себя позиционирует. Это моя коллега Мария Столярчик. Привет! Привет! Здравствуйте! У Маши уже третья беременность. Маша, расскажи, пожалуйста, ты планировала свои беременности? Да, конечно. Первый ребенок у нас очень сложно получался, потому что мы полтора года не могли иметь детей. Мы проходили обследование, консультировались в Крыче, в медцентре, консультации по репродукции человека. И после принятия всяких лекарств… Вот всего перечня, который выдала наша врач, да? Да, всего перечня. Ага, врач, а она вот А4 с передней и задней стороны мне назначила полное назначение. Мы все это выполнили. И потом у нас получилась вот первая дочка Лаура, самый долгожданный ребенок, долгожданная внучка, девочка по линии отца, да, первая получается. Красивая ты беремененная. И потом уже… Ну, у нас она родилась посредством кисервосечения экстренного, и после этого как бы шов, чтобы зажил, нельзя было беременеть в течение трех лет. И поэтому мы Луизу планировали уже по истечении трех лет. То есть тоже такая осознанная мама, да? Да, мы, конечно, потому что, во-первых, это здоровье самой, и, во-вторых, конечно же, это ребенка здоровье зависит от этого. Я знаю, что ты уже после эфира бежишь на следующее мероприятие. Да, у тебя целые дни расписаны. Ты по шесть часов стоишь на мастер-классах своих, на записи, передачи кулинарной, которую вы можете посмотреть, дорогие телезрители, по четвергам. Да. Как сохранять энергию? Ну, беременность, во-первых, это не болезнь. Это как бы избитая фраза, но она истинная фраза. Потому что, конечно, доля усталости все равно повышается по сравнению с тем, что не беременная занимаешься активной деятельностью. Но все равно нужда, ответственность, не знаю, а именно, наверное, шкала ответственности заставляет человека до обеда зачекинеться в десяти точках города, а после обеда на остатках там на пяти-четырех. Ничего себе. Потому что у нас не только работаю в своей кулинарной студии, но и участвую во всех различных мероприятиях города Якутска, рекламную деятельность. Маленькие дочки, которые ходят в садик. Ну, они в садик ходят, мы их сдаем, освобождаемся утром от них, как говорится, да, в кавычке. Это тоже отдельная работа. Да, у меня утро, день начинается с развозки детей и мужа по садикам и на работу. Маша, а ты как относишься вот к приметам? Вот говорят же, хочешь забеременеть, там, погладь животик беременной подружке, посиди на стульчике, на котором она посидела. Ну, на меня это не действует, потому что сколько бы я не клеилась к своим беременным подружкам, у меня не получалось. Вот у моей подружки, кстати, очень хорошо получается, потому что у нас есть традиция друг за дружкой замеременеть. Уже третья беременность. Третий раз вместе. Третий раз вместе, да. У нас дети будут ровесники. И сейчас говорю, она тоже сейчас беременная, я ей говорю, если у меня будет... А у нас две девочки, кстати, на пол тоже повторяется. Третий раз, две девочки. Я говорю, если у меня будет девочка, а у тебя мальчик, я с тобой не буду разговаривать. Так шутя ей говорю. А попу знаешь уже? Знаем, но мы не оглашаем. Говорим, что мы не узнавали. Пусть для всех это будет сюрприз. Мы не узнавали. Пусть это прозвучит в прямом эфире. Но это будет сюрпризом для людей, потому что не должно быть зацикленности на поле. Мы планируем ребенка, мы хотим ребенка, а не определенный пол. Правильно? Мы хотим дитё, а не мальчика или девочку. Здорово. Главное, чтобы он здоровый был. Главное, чтобы родом хорошо подготовиться. Потому что у меня первые роды были операционные, а вторые роды были естественные. Это прям здорово. Ты молодец. И сейчас тоже зависит от шва и от показаний. Если не будет показаний, то будет шанс и возможность тоже родить самой. Самой, да? Как здорово. Тем более у тебя же после второго ребенка разница совсем небольшая. Да, там разница небольшая. И шов давно зажил, получается. Дочь младшей сколько сейчас? Ровно будет два года разницы. Потому что срок попадает на день рождения Луизы. Ровно два года. И может, это не исключено, что и в ее день рождения я могу родить. А, здорово. А вот говорят же, беременность сопровождается там, ну, рядом, там, токсикоз, варикоз, там, ломота. В этой беременности у меня все эти прелести были. Токсикоз прямо в самом разгаре. И я умудрилась поехать в это время в самую гостеприимную и застольную страну Грузии. И все запахи вкусные. Да, и все запахи в ресторанах, приходилось бежать в туалет. Было такое. Но прошло, слава богу, все уже прошло. А сейчас никаких таких не чувствую, там, ни отеков, ни давления. Разве что вот из-за скачков погоды, метеозависимыми, мы становимся беременны. И из-за резкого похолодания или потепления голова болит. А ты как-то вот поменял свой образ жизни? Там, больше стало двигаться, когда запланировала беременность или все так же? Нет, на самом деле, вот эту беременность мы, конечно, очень хотели, ждали, но не настолько быстро, как это произошло. Потому что мы как бы свернулись, завершили грудное вскармливание с младшей дочкой. И хоп, вспышка произошла сразу. Сразу, потому что произошло. И это сами даже не ожидали, получается. Но этот факт приняли с большой радостью, потому что мы хотим, мечтаем о четырех детях минимум. Если будет больше, мы еще рады будем. В этом плане же, Боженька, был не так уж он к нам щедр, а сейчас прямо расщедрился. Поэтому мы благодарны вселенной. Вы молодцы, конечно. Вот ваша семья... Ну вот ребенок, огромный толчок и огромная мотивация к действиям. Вот когда дети, переживаешь о их будущем, да, строить планы на их будущее. Ради них развиваться, да? Да, и развиваешься, и зарабатываешь, и все. Хорошо. Спасибо большое, Маша, за столь позитивный настрой. Да, я сейчас бегу на бизнес-семинар дальше, невзирая, живот тянуло и пошла. Всего доброго, спасибо большое. А далее у нас короткая рекомендация. Беременность желанная, планируемая, может наступить не сразу. И тут во многом не обходится без психосоматики. Как же правильно настроиться? Нам поможет наша гостья Айталина Тимофеева, педагог-психолог отдела оперативного психологического обеспечения Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Доброе утро, Айталина. Доброе утро. Вот во время этого процесса, непростого, ответственного, как же правильно договориться с самой собой? Ну, тут главное, нужно понимать, что не только с самой собой нужно договариваться, но еще и со своим партнером. Планирование беременности, это очень как бы ответственный процесс, да, и важно понимать, что он обязательно должен быть для обоих. Потому что чаще всего в семье такое происходит, что к беременности готовится только одна сторона, да, и один просто как бы ждет, и когда уже будет готов человек, да. А тут нужно готовиться вместе, то есть со здоровья тоже начинать, да. Витамины для мужчин уже давно как бы придумали, да. Поэтому витамины обязательно вот принимать и так далее, и здоровый образ жизни. Ага, ну ладно, эту медицинскую тему нам врачи уже рассказали, да. Давайте, вот мы подготовили доску, давайте туда сразу пройдем и распишем, да, что можно же сделать, чтобы это не стало идеей. Да, то есть важно понимать, что это не должно быть проектом. Беременность это не проект. Это не проект. Это не проект с какими-то временными рамками, потому что время очень сильно начинает вот стрессовую какую-то ситуацию создавать. То есть я не должна относиться, вот я должна забеременеть в октябре, чтобы родить весной, там такого-то там 10 мая. Да, потому что очень часто бывает, что из-за этого создается какая-то стрессовая ситуация, и девушка чаще всего начинает очень сильно волноваться. Вот я не успела там к 15-му числу, у меня там какой-то день и так далее, и так далее. То есть это очень психосоматично действует. Важно понимать, что эмоциональное состояние, физическое очень сильно влияет, тем более вот на женские это, да. И поэтому, ну, без временных каких-то рамок. Без времени. Без времени. Да, есть еще экспресс-тестирование. Ага. Называется оно сосуд жизни, да. То есть? То есть берем мы лист, и он должен быть не черновой, да, то есть чистый А4 примерно, да, и рисуем на нем какой-нибудь сосуд. Угу. Да. Он должен быть любой как бы формы и так далее, да. И тут мы смотрим, если, допустим, ну, по-разному бывает, допустим, рисуют иногда вот такие сосуды, да, такие, такие, да. Допустим, если низ, он очень сильно выражен, да, то это значит, в принципе, материнское начало в сознании, оно есть, да. То есть материнский инстинкт, так далее, тело вообще готово к беременности, да. И если он такой крупный и большой, это значит, самооценка тоже хорошая в этом отношении. А если я нарисовала вот такую худую вазочку? Да, худая вазочка, то есть это нужно работать со своим женским я. Ага, женское я в нас, оно очень прямо взаимодействует с нашими, допустим, вот органами малого таза, да, и своим вот состоянием, допустим, когда мы смотрим за своими племяшками, допустим, и так далее, и так далее, это тоже мы воспитываем свое материнское начало. То есть чтобы у нас вот это было вот такое круглое женственное, нам нужно вот больше общаться с детьми, да, вот это милосердие, эмпатия, это все именно зависит именно к материнскому началу, да. А вот уверенность в себе, да, карьерный рост и так далее, это больше мужское я. И, допустим, обычно женщины, которые делают акцент на карьеру, да, и так далее, на работу, у них чаще всего вот такие рисунки, такие прямые и такие мужские. Нам надо взять листочек бумаги и нарисовать, да? Да. Ага, так дальше что нужно сделать? Если, допустим, у нас вот такое, да, ни в коем случае не грустим, да, то есть это значит, что мы видим, где нужно работать. Да, допустим, чем он наполнен, мы можем еще спросить, да, где он находится, да. И с этим можно, допустим, работать как вот, мы сказали уже, общение там с детьми и так далее, да. И еще важно понимать, что когда мы готовимся, да, это не должно быть вот прям подготовка-подготовка, да. Потому что когда мы вот говорим, все, я должна там беременность, я обязательно должна забеременеть и так далее, да, это как раз-таки становится идеей фикс, да, вот таким вот проектом, и начинает вот это вот волнение и стресс и так далее, да. Как стресс, вот этот волнение, как это побороть? И не по расписанию. Да, вот это ни в коем случае, потому что, во-первых, это для мужчины очень большой стресс, такая ответственность прямо человека, что ни о какой романтике речи даже идти не может, да. И лучше, допустим, это спокойно, да. И еще бывает такое, что мы постоянно говорим своим подружкам, своим родителям о том, что мы планируем беременность. И это тоже не очень может сказаться, потому что все начинают спрашивать, ну когда же уже, да. Вы говорите, что вы планировали и так далее. И это тоже давление, да. И поэтому я вот советую женщинам, которые планируют беременность, лучше сильно об этом не распространяться. То есть лучше поделиться другими планами, чтобы была какая-то ответственность, что можно сделать проектом, но не касаемо беременности. Да, потому что об этом лучше, допустим, говорить, когда уже процесс начался и так далее, да, можно сказать. Ну все, наверное, спасибо большое, это Лина. Это было интересно, довольно познавательно, любопытно. Спасибо вам, что посетили нашу студию. Вам спасибо. Хотите забеременеть? Откажитесь от лифта, ходите пешком и побольше тренируйтесь, говорят. И сегодня у нас в студии тренер по йоге Ольга Агарина. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Вот я специально даже переоделась к вашему приходу. Отличательно. Йога, она и вообще физические нагрузки, насколько вот способствуют планированию беременности? Ой, вы знаете, они прям должны быть друзьями женщины. Но надо понимать, что все-таки беременность, это больше женское состояние. Это определенный этап в жизни, где женщина реализует свое истинное женское предназначение. Как бы сейчас феминизм там не ратовал, что женщина должна зарабатывать наравне с мужчиной. Тем не менее, по природе нам дано состояние быть женщиной, спокойной, мягкой. И если вот есть желание забеременеть, то девочке надо отказаться от фитнеса тяжелого, там, где есть нагрузка на таз сильная, где есть какие-то весовые нагрузки. Это вот работа с железом, так называемая, да? Работа с железом, работа с прессом, где закачивают пресс, где закачивают ягодицы. Да, это, конечно, может быть красиво внешне, но для внутренних органов ничего хорошего нет. А как же укрепить каркас мышечный? Как раз-таки для этого есть специальная йога. Именно для этого. Не то, чтобы укрепить, наоборот, в этом случае в области таза должно быть очень такое мягкое, плавное действие. Потому что... Давайте покажем же на практике. Хорошо. Так, я тогда с вами, да? Сейчас я коврик разверну, чтобы мы вместе с вами позанимались. Для начала я всем девушкам рекомендую, вот те, кто обращается ко мне именно с планированием, то я сначала спрашиваю, какой образ жизни у вас. И, как правило, я слышу, что девушки часто сидят в офисе в таком положении. Вот смотрите, вот мы сидим за компьютером, соответственно, здесь идет зажатие полностью. Здесь нет движения. И учитывая, во-первых, наш сезон, где зима, это практически с октября до марта, потом офисное, постоянное вот такое положение, когда таз зажат, и вот вены, которые должны питать таз, они зажаты. Плюс тесные колготки, тесное белье, тесные штаны, которые зажимают и не дают вот этого действия и улучшения кровеносного снабжения. Поэтому я рекомендую, если вы хотите и планируете беременность, то займитесь танцами живота. Да, вот так. Ну, самый женский вид спорта, да? Абсолютно верно, самый женский вид спорта. Ну, вот то же самое, вместе мы танцуем. Или бачата вот тоже, вот бачата, там как раз-таки все эти действия тазом есть. Вместе готовы? Да. Давайте ножки присогнем и небольшую сделаем трясочку, пяточками отрываем, это такое простое, вроде бы как дедут йога, на самом деле это лимфодренаж, то есть нам нужно дать действие. Мне кажется, мы уже начнем танцы живота. Ну да, пусть будет так, но в моих занятиях это тоже присутствует. И постепенно на полусогнутых ногах, чтобы не было нагрузки на таз на ягодице, мы просто выполняем спокойные мягкие восьмерочки. Посмотрите вниз, нарисуйте взглядом у себя на полу знак бесконечности и прорисовывайте. Причем эти действия должны быть не сколько ногами, а сколько вот тазом, бедрами, а сколько вот повздошными косточками. Вот этими, которые вот здесь. Повздошными косточками, копчиком, да. Дело в том, что матка и внутренние органы, они изнутри крепятся к резцу, и вот все вот это вот тазовое дно, оно у нас сплошными переплетениями прикрепляется к внутренним костям. И когда мы выполняем это действие, мы создаем там движение, растяжение, вытяжение. То есть нет, наоборот, напряжение не должно быть, а должно быть такие плавные, эротичные танцы. То есть тазом больше двигать, да, особенно офисником. Абсолютно правильно, да. Ягодицы расслаблены, ножки мягкие, колени вот такие прям, можно даже такие плавные какие-то, никаких резких не должно быть. Забудьте про такие резкие танцы. Железа нет, резких движений нет. Забудьте про живот, живот должен быть мягким, спокойным. Ну, конечно, он не должен вываливаться, все в рамках, все в таких рамочках. Затем, что нужно сделать следующее. Если есть возможность, то это раз в неделю танцуем. И, конечно же, йога. Садись, пожалуйста. Мы присаживаем, ножки скрещиваем. Вот, молодец. Смотрите, так как девушка во время планирования находится в состоянии постоянного напряжения и ожидания, когда же я увижу заветные две полосочки. И если она не выводит свой стресс, вот этот накопленный, то тогда у нас она становится такой напряженной. Мы вытягиваем руки, опускаем правую руку и левую. Вытягиваем. Таким образом мы вытягиваем наши надпочечники с выдохом. В другую сторону также вытягиваем, выдохом. Нужно нам освободить надпочечники, чтобы из них ушел гормон кортизол. Это гормон стресса. Каждое движение прям непросто так. И вот еще дополнительное. Ну, таких как бы три главных пункта. Это вот танцы такие, вытяжение и скручивание и раскрытие таза. Руки пусти назад, пожалуйста, Маша. И облокотись на ручки, опуская коленочки вниз. Все позы связаны с раскрытием таза. Вот эта вот бабочка знаменитая. Все-все-все мы делаем. Пускаем ножки, расслабляем, даем движение и действие в область пахов. Ух ты, как все. Ну, еще можно тоже мягкие шпагатики, мягкие вытянутые ножки. Ну, все, дорогие телезрители, мне кажется, я готова. И психолог меня настроил, врачи меня проконсультировали. А йогу мы с Ольгой за животик подержалась у беременной Маши? Все, пошла догонять Машу. Всем доброго дня. Смотрите «Город женщин», не пропускайте. И пусть каждая ваша беременность будет желанной. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»